Больше года длится кошмар жителей 39-го дома микрорайона Северной. Помогите! 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 Уважаемый Владимир Владимирович, Забайкальский край, город Чита, жильцы дома, которые падают, обращаются к вам с криком о помощи. Мы живем в страхе. Уже год как дом признан аварийным. Власти бездействуют, прошли кучу инстанций, но никаких результатов. Механизм не определен. Нам страшно. Помогите! Крем дома превышает 18 раз установленную норму. Помогите нам, Владимир Владимирович! Мы кричим «СОС!»! Помогите нашим детям, которые живут в этом доме. Помогите нашим людям, которые проживают в этом доме. Помогите пенсионерам, которые также живут. Мы хотим вашего содействия, Владимир Владимирович! Очень просим! Мы кричим «СОС!»! Потом были неудавшиеся обращения к президенту. Обещания, суды, реакция прокуратуры, собрания, уговоры, переселение в аварийный маневренный фонд, занижение стоимости квартир, принудительное выселение, обесточивание дома от воды, тепла и электричества. Сейчас городской бюджет платит за охрану пустого, обнесенного забором, пизанского дома. Денег на расселение жильцов нет. Из последнего снова обещание. Этот вопрос включен в перечне вопросов, требующих срочного решения. То есть все актуальную информацию по данному дому мы обновляем для правительства. Этот вопрос рассчитываем, что все-таки при визите Юрия Петровича будет дано поручение Министерству финансов Российской Федерации о уделении средств из резервного фонда правительства Российской Федерации. Пока вот такая работа. И вот Юрий Труднев в Чите. Вопрос к вам по дому, падающему в Северной 39. Ждали ваш приезд по поводу местных жителей и местной власти. Поднимался ли вопрос? Есть ли комментарии по этому вопросу? Я дал поручение Минструю. Они обязаны провести обследование, во-первых, и ответить на вопрос, безопасно ли жить людям в доме, который наклонился. Если вывод будет, что какая-то опасность существует, то люди должны быть расселены. По расселению понималась какая-то конкретика? Ну, там присутствовал заместитель министра, он это поручение выслушал устно, оно письменно будет тоже в протоколе, они его выполнят, и мы в самое ближайшее время получим результат. Этих слов ждали год назад. Теперь ждем слов о финансировании расселения. Вячеслав Барнинский, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.